Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Огород легко и просто. На моем канале есть видео о подкормках капусты до высадки в грунт, то есть стадии рассады. Сегодня я расскажу вам, чем подкармливать капусту после высадки в грунт. Речь в моем видео пойдет о белокочанной ранней капусте, о цветной капусте и о брокколи. Брокколи являются под видом цветной капусты, так что подкормки, о которых я буду говорить, подходят как для белокочанной капусты, для цветной, так и для брокколи. Начнем с того, что капуста влаголюбивая и требовательна к питанию растения. Под капусту вообще хорошо вносить с осени перегной под перекопку из расчета на квадратный метр одно ведро перегноя. Если по каким-либо причинам не удалось с осени внести перегной в почву, в таком случае мы можем делать подкормки коровяком либо куриным пометом из расчета 1 литр на 15 литров воды и поливать под каждый куст 500-700 грамм. Также можно еще хорошо подкармить древесной золой. В древесной золе есть много чего кроме азота, поэтому древесную золу мы будем использовать уже на последней стадии, на стадии когда кочан начинает завязываться. А теперь поподробнее. Первую подкормку мы проводим через 12-14 дней после высадки рассады капусты в грунт. Первую подкормку делаем минеральным удобрением с формулой 20-20-20. В этом удобрении содержится азот, фосфор и калий в равных частях. Такое удобрение нам поможет нарастить хорошую зеленую массу. Если вы предпочитаете проводить биоподкормки, в таком случае подкармливаем коровяком или куриным пометом из расчета 1 литр на 15 литров воды. Вторая подкормка у нас уже тогда, когда начинает завязываться кочан. В принципе мы делаем подкормку с такой же формулой 20-20-20. Опять-таки, если мы предпочитаем биоудобрение, опять мы кормим либо куриным пометом, либо коровяком. И через 10-14 дней после второй подкормки мы кормим древесной золой из расчета 100-150 грамм на 10 литров воды. Под каждый куст мы должны влить 500-700 грамм. В древесной золе содержится и фосфор, и калий. Сейчас на данном этапе развития фосфор и калий нам понадобятся для завязывания кочана. Вот три основных подкормки, которые мы должны сделать. Для средней и поздней капусты подкормки будут немножко другие, так как переизбыток азота негативно скажется на лёжкости капусты. Мы позднюю капусту и среднюю выращиваем для того, чтобы она у нас как можно дольше лежала, желательно до весны. Поэтому подкормки для поздней капусты в основном фосфорно-калийные. Только на начальной стадии развития мы можем подкармливать удобрением, в котором содержится азот. Что касается вредителей, мы не дожидаемся их появления, а опрыскиваем высаженную рассаду чесночным настоем каждые 7-10 дней. Это касается в основном крестоцветной бложки. От капустной мухи могу посоветовать вам посадиться только на кры высаженную рассаду спонбонтом. Желательно, чтобы был тонкий спонбонт, хорошо обкопать его по краям и поливать тоже через спонбонт. И снимать его только тогда, когда капуста уже окрепнет и подрастет. Когда капуста будет уже взрослая, капустная муха уже будет не страшна. То есть она не сможет навредить взрослому растению. На этом все, дорогие друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok